Глава семнадцатая книги пророка Исайи Пророчество о Дамаске Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царство Дамаскова с остальностью Сирией. С ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Своов. И будет в тот день умалится слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собирании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, И когда соберутся колосья в долине Рифаимской, И останутся у него, как бывает при обивании маслин, Две-три ягоды на самой вершине, Или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу Своему, И глаза его будут устремлены к святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники на дело рук своих, И не посмотрит на то, что сделали персты его, На кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах, И на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, И будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего, И не вспоминал о скале прибежища твоего, Оттого развел увеселительные сады, И насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, И чтобы посеянное тобою рано расцвело, Но в день собирания не куча жатвы будет, Но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, Шумят они, как шумит море, Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды, Ревут народы, как ревут сильные воды, Но он погрозил им, и они далеко побежали, И были гонимы, как прах по горам от ветра И как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, И прежде утра уже нет его, Такая участь грабителей наших, Жребий, разорителей наших.